что такое ковры какие-то начнем пойду зайду тут какие-то ковры на никитинской тагас дом текстиля не знаю что это такое то есть чем около метро арбатская тире тверская что-ли о фига здрасте ты где-то ну чё ты говорил то чё снять надо поснимаю расположение да нечем так снимаем чуть ну попросили нас игорь но у него просто такой же магазин текстиль и он стал зайти здание нам дал не можно можно камер дол тебя по настройке также достойно вроде до на 4 до получается все давай нам быстро и здесь съемка разрешена только с согласованием администрации поэтому когда вы согласуете с нашей администрации разрешение на съемку тогда пожалуйста приходите и снимайте как-то может быть час на территории это частный магазин это частная территория нет но сюда же можно зайти обычному человек обычному пожалуйста значит рабочий день это общественное место видеть видеосъемка с разрешения нашей администрации ну игорь же согласовался вам не пришло это сообщение на почту на да может почту посмотреть да у него он уже не возьмется с трубку надо на совещании мы и этот расположение просниму все как бы завел от разложность вот как-то я не знаю вы меня не слышите не на снимать то можно я просто не хочу с вами спорить но по закону можно а все мы клиенты все давайте быстро снимем ну просто время сами понимаете тоже не казенный на чем не тогда вот эти все полки до снимать сейчас я быстро в полке камеры и вы покинете наш магазин мне сказали делать работу а я не могу как бы покинуть это получается просто так что ли пришел да тут буквально то на 10 минут чего нам туда-сюда уезжать понимаете к вам ну ехать то же время он на совещание игорь на совещание сейчас он не возьмем ну блин заказчик да ну а зачем но и не надо так в общем вот это это вот это для хором по моему там это там там нам сказал этот как ее работник сказал что как клиенты можно снимать он сказал как как клиенты Не-не, при чём тут Игорь, как бы? Просто как? Давайте так, давайте так, если мы что-то нарушаем, если мы что-то нарушаем, вы должны что сделать? Вызвать полицию, которая выпишет нам штраф, правильно? Если мы что-то нарушаем. Молодые люди. Ну, мы не будем выключать, но время у нас тоже найдёт. У нас это, ну да. Вы понимаете, что не разрешается видеослёбка? Либо с разрешением... Нет, подождите. Я сейчас вызову Росгвардию. Вы же сказали, как клиенты, мы можем снимать. У меня нет... Росгвардию? Что такое Росгвардию? У меня нет письма о том, что должны прийти и кто-то что-то снимает. Смотрите, забыли про Игоря, да? Вот вы сказали, как клиенты, мы можем прийти и это поснимать. Давайте мы будем как клиенты. Нет. Вы же сами сказали, как клиенты. Не на видео. Фотографию, пожалуйста, вы можете сделать фотографию вашего заинтересованного товара. Ну вот, давайте я пофотографирую отсюда и всё. А видео у нас снимать не разрешается. Так видео быстрее, нам весь товар-то нужен. Мы дольше разговариваем. Вот именно. Покиньте магазин. Зачем? Я сейчас вызову Росгвардию. Ну вызовите, просто вызовите и всё. Да, мы успеем идти нам 5 минут-то буквально и всё. Ну а не разрешается, не съемки скачутся. Нам можно по закону снимать. Зачем закон нарушать? Право человека зачем нарушать? Какой закон нарушать? Самообразно называется. А, кстати, да, правильно, да. Это вроде самообразно. Ну это то же самое, я вас буду заставлять там в своём магазине садить. Да, вас никто не заставляет. У нас такие правила. Если вы хотите снимать, согласуйте, пожалуйста, с руководством. С офисом только. Ну зовите руководство сюда, пусть приезжает. Пожалуйста, горячие линии там есть. Да не хотим мы никому звонить, у нас время нет. По закону мы не можем. Нет, это же в ваших интересах-то. Это же не в наших. Это не в наших интересах. Нет, в ваших интересах. В наших интересах только покупатели. Вы не покупатели. Ну покупатели, почему? Я сейчас куплю что-нибудь без проблем. Если вы на это настаиваете, я могу что-нибудь помнить. Пожалуйста, купите одеяло за миллион. Почему за миллион? Это интересно. Мы с вами уже вне антикл. Ну что-нибудь. А где миллион покажите? Нет, я, может, у вас там буклетик куплю. Когда покажете миллион, тогда я вам покажу одеяло за миллион. А, то есть вот так вот у вас в магазине. Нифига себе. Прикольно. Молодель, давайте не будем паясничать. Корону-то появились сразу. Если вас интересует товар, мы вам расскажем. Разговаривайте, если вы мне покажете 5 миллионов. Чего? Ну если вы покажете мне 5 миллионов в руке, тогда вы с нами можете разговаривать. Если нет, то вы даже не подходите близко. Понимаете, да? Я очень богатый человек, с вами нельзя общаться. Ладно, в общем, мы просто чуть-чуть это подснимем и все. У вас же просили по-нормальному, как бы, не снимать. Да нам тут на 2 минуты-то буквально несколько кадриков. Ну вам, молодые люди, цените, мне нужно тоже снимать. Мы вызываем полицию, смотрите. Да мы идем уже, они бы едут полчаса. Мы с ними уйдем. Что такого? Вы понимаете, вам говорят, что нельзя? Нет, подождите, я вам говорю, что администратор сказал, как клиенты мы можем снять. Обычно. Вот мы как клиенты с ними. Вы приходите и смотрите с ассортимент. Если вас что-то заинтересовало, мы вам рассказываем. Можете сфотографировать. Ну вот, вот и все, мы это такое-то и делаем. Снимать, молодой человек, вы сейчас что делаете? Вы прям в наглую делаете? Ну, Игорь сказал подснять это все. Никакого Игоря мы не знаем. Ну, это, ну, мы знаем. Значит, пусть ваш Игорь позвонит прямо. А на совещании, я же говорю, на совещании. Он в думе сидит там, что-то сейчас делает. Секретная информация, да? Сидит, какой-то домик, хоть рядом с петелью. Вы видите, что в магазине сейчас сидит. Ну, а что, если ты, какой статус? Гриф какой? Секретный, совершенно совершенно. Не, если логически думать, это секретные подушки, что ли? Нет, вы, да, мы же не знаем, с какой целью вы это все делаете. Блин, нас спалили. Ладно, на самом деле мы из Госдепа приехали. Нам сказали, подушки такие же. Прекрасно. В России заснимите, сами понимаете, зачем. У которых гриф совершенно секретный. У подушек, видите, да? У нас теперь допуск... И этому новому президенту Байдену отправить, по-моему, лично, да. Вроде так все говорили. Нет, хорошо, вы поясничаете, но как-то не то время, не то место. Нет, ну потому что вы говорите, ну, если так, ну, как бы для меня глупость это звучит. С вашей стороны вы ведете себя очень глупо. Ну почему, я же не пристаю к вам, вот и все. Мы просто ошли поснимать. Все, что такое. Мы вам не разрешаем снимать, пожалуйста. Вы не можете нам ничего запретить. Пусть облачители нам позвонят и скажут, что вот такие люди. Правильно, Витч? Они же не могут нам... Смотрите, вы же обычный человек, и вы обычный человек. Я же не могу вам что-то запретить делать, правильно? Я здесь сотрудник. Вы пришли, вы нарушаете общественный порядок. Я же не могу вам... Я же не могу сказать, поваляйтесь вот на кровати, да? Вы же не будете меня слушать, правильно? В смысле? Мы там не ругаемся. Нет, как? Вы снимаете? Нет, потому что общественный порядок, когда там атомы ругаются, что-то бьют. Вы что-то нарушаете, знаешь, почему? Потому что это контролер, у нас билетов нет. Мы зачем в электричку зашли с тобой? Нет, нет, нет. А у вас можно платить как-то без наработка? Только миллион. Миллион только? Только миллионы. В общем, если... Я так правильно понимаю, если за миллион мы купим одеяло, вы нам дадите поснимать, да? Нет. Нет, вы пришли к клиенту. Самое лучшее обслуживание в России. Заходите в магазин мебели и текстильных. Как ваш дом называется? Текстильный дом. Так если вы знаете, когда дали задачу, вы даже не знаете, куда вы. Мы уж наркоманы, мы камеры нашли на лавочке, заходим, просто держим. Да, ну похоже. Что вот так себя ведет. Да чего нехорошего-то? Все нехорошо. Вам же объяснили, почему вы... Так, подождите, а вы со мной до сих пор общаетесь? У вас 5 миллионов есть? Да я не хочу с вами общаться. Пройдите на вык, и все мы с вами... Там уже вызвали кого-то. Да, мы едем. Так что сейчас вас... Давай, ладно, да, сними. Давай, давай, да, сними. Подожди, камеры наблюдения ты сними. Расположение? Ну да, расположение камеры. Да, более нельзя расположение камеры наблюдения снимать. Что же вы такие взрослые, а... Ладно, ты снимай, а я отвлеку. А ты выходы все снял, да? Выходите. Я буду там, что ли. Ну что, выходите, мы имеем право уже находиться вам здесь. Вы видите, камеры наблюдения не нужно снимать ничего. Я сказал выставить Росква. Сейчас они тренинги. Да мы уйдем уже от этого. Мы сейчас уже закроем дверь, и вы будете здесь до приезда Росквартии. Да мы сейчас просто быстренько... У меня еще осталось чуть-чуть на вот это подснять, и все. Понимаете, что нельзя? Ну, это просто слова. Смотрите, как вам вращаться? Ну ладно, не важно. Смотрите, Светлана, ну это же просто на словах вы говорите, правильно? Вы понимаете, вы не имеете права... Ну я говорю, вы просто на словах это говорите. А мы же сказали, по закону-то можно все-таки. По закону с разрешением. Не-не-не. Нет, закон, смотрите, закон на то и закон, что не нужно разрешение. Вы серьезно, что ли? Нажмите еще раз вроде, это отмена. Если еще раз нажать, это отмена, видите, правильно? Проходите, пожалуйста, на выход. А нам нужно еще... Приключитесь на него, пожалуйста. Я хоть поснимаю. Вы вроде люди взрослые, а ведете себя как дети. Ну нет, мы же с вами это не грубим, мы же вам все объяснили. Ну мы же вам тоже объяснили. Мы же вам объяснили. Мы же вам объяснили. Можно делать. Объяснили. Нет, ну почему же... Потому что Игорь у нас это как бы высокопоставленный человек. Кто такой Игорь? Вот, поэтому... Кто такой Игорь? Ну смотрите, для богатых людей и с большой знаменитостью, для них всех дверь открыта. Пожалуйста, если вы хотите, пускай приходит Игорь, мы с ним... Девушки ему еще расскажут, пообщаются. Ладно, Алексей, у вас не хотели на самом деле с обеда вытаскивать, вы кушаете? Ну вообще, да, неудобно получилось. Ведете себя неадекватно? Ну а что вы боитесь, смеетесь? Ведете себя неадекватно? Ну да, бросаемся вещами здесь, наверное, гуляем. Все равно... А в чем заключается неадекватное поведение, скажите? Ну себя объясните. У вас все как бы обычные люди, когда им говорят, они понимают. Ну мы необычные, значит. Значит, мы необычные говорим, что вы неадекватные. А почему неадекватные? Не, необычные. А может, видеть, что это неадекватно? Если человек с камерой неадекватный, да? Да. Странно. Так, ладно, ты камеры все снял здесь, да? Нет. Нет, все. Ну давай снимать. Ладно, я отсюда начну, что-то не оставлю. Да, давай. Ну что, мы так и будем с вами, как маленькие. Да вы же ждете уже Росгвардию. Ну что, конечно, Семен. Ну да, я сейчас, нам вот этот только ряд остался-то. Блин, ну это вообще какой-то маразм. Ничего, ой, что это вы ко мне подкрадываетесь? Тихо, подождите. Пожалуйста, берите свою камеру и покиньте. Вы же сказали, нам можно снимать, если мы клиенты. Вот я как клиент могу. Мы вам сказали, что у нас нельзя согласовать. У меня прям так окружили, с двух сторон зашли. Правильно. Потому что, видите, они так классно. Они так быстро не приедут, наверное. Первый раз просто такой случай, чтобы вызывали разговор. Да, они пошутили. Я точно знаю, что вы никого не вызывали просто, ну, так делать. А, вы на нами правду? Ну, они, да, они типа, ну, типа, что мацуду ушли. Дайте нам вот досниму тут ряд и все. Вам же сказали. Ну. Если будет разрешение, ради бог. Любой каприз. С разрешением, там даже телевидение приезжает. Снимает свои передачи здесь. Здесь? Кто вы такие, мы не знаем. Вы ни документов своих не показали, ни представили. А если паспорт покажу, можно паспорт? А, да, кстати. А, документы, ключи от дома можете подать. Документы. Вы умничайте, пожалуйста, дома со своей мамой. А может, у меня нет мамы. Вы умеете с оскорбить. Со своей подругой. Может, у меня нет подруги, и тетя тебе. Можете умничать, сколько угодно. Вы просто не люди, а занимаетесь непонятно чем. Мы просто зашли в магазин. То же самое вам. Смотрите, с моей стороны это выглядит, это вы, ну, как бы вам что-то скучно. С моей стороны выглядит так, что вам вот первые клиенты пришли, вам что-то скучно стало, и вы решили переставать. Ну, реально, для меня так это выглядит. Нет, вы пришли на нашу территорию магазина. Но мы же на нее не претендуем, на вашу территорию. Вам поясняйте, нельзя камера. Вы все равно. Не может быть нельзя. Вы можете убрать камеры и ходить по магазину, ради бога, убирать их в карман. Ладно, давай сейчас уберем, пройдем чуть дальше и включим. Ну, разрешение. Вы нарушаете мое личное пространство. Я не разрешаю, не за меня снимаю. Так вы сами в кадр лезете. Вы нарушаете, вы снимаете меня без моего разрешения. Я вам объясняю. Стоит камера, смотрит в одну сторону. Ну, вы в нее сами прыгаете вот так? Нет, вы находитесь на нашей территории. Когда я приду к вам домой, и вы скажете, вот вы зашли, поэтому я вас снимаю. А сейчас вы находитесь на нашей территории. Вам неинтересно к вам ехать? О, клиент. Клиент? Ну, да. Наверное. Если что, здесь прячемся от разговора. А, там кто-то ждал. Они действительно, походу, вызвали она там. Да, они шутят. Да, шутят. Если вы находитесь, то тогда уже все. В Росгвардии? Конечно. Слышите, если честно, Росгвардия едет два часа, она не приедет. Вы не снимаете. Дайте мы досниму. Нет, не дадим. Но Игорь скажет, а что вы не все сняли? Я не дадим. Вы приходите сюда со своим Игорем, мы поговорим. Игорь, она типа... Великий композитор Игорь Крутой. Ну да, он махинатор великий. Можно сказать, что я от Елизаветы Второй приехала. Ничего себе, вы с такими личностями знаете, они знаменитые. Вы такие остроумные, даже вот ни разу не смешно. Не, ну просто... Ни разу не смешно. Я даже не хочу слышать ваши объяснения. Я просто, на самом деле, я не хочу просто разговаривать. Дайте на мне подснять. Нельзя. Так вы сказали, на телефон можно? С разрешения. Можно телефон снимать? С разрешения. С разрешения. Ну я спрашиваю, разрешаю. Приличные люди приходят и говорят, можно мы сделаем фотографию? Приходят. А, и в ноги кланяться, наверное. Нет, не надо кланяться в ноги. Но как минимум надо спросить разрешение. Либо принести согласование с нашей администрацией. Я не к вам домой пришел. Вы здесь прописаны кто-нибудь? Вы находитесь на частной территории. Это собственность? В рабочее время частная территория становится общественным местом, если вы не знали, в график работы. У вас какой режим работы? Вы находитесь на частной территории. Господи, пожалуйста. Когда вы придете в муниципалитет, вот там вы будете качать свои права. Зачем мне права свои качать? Не знаю. Зачем вы сюда их пришли? А зачем вы сюда пришли? Я пришел вещи снимать, которые меня заставили. Кто вас заставил? у нас привез на машине сказал что не снимите то все это ваша проблема не наша проблема будет на два человека меньше него чего нет вы ну вы не переживаете за наше будущее что ли мы переживаем за свое будущее я думал мы все вместе живем в одной стороне эти вот эти вместе это плохо на самом деле мы сказали поснимать но байдена шторы нужны в личный кабинет развлекаться в овальный кабинет байдена шторы нужны хорошо это не так самом деле на самом деле будет так на самом деле на вами при навальный 17 числа приезжали он сказал купить ему шторы потому что его в сизо забирают а в сизо шторы нет понимаете да я приходит навальный очень рад это наш президент да что ваш я вас поздравляю кажется вы какие-то театральные да но я говорю нам нужно вот этот ряд до снятия в принципе можно идти тогда пока меня а ну давай нет не буду чего не забираюсь господа давайте вводим на выход на выходе но мы же не доделали следующий раз чем не делать недели в чем нас лет проходить пожалуйста да пожалуйста проходить на вы не обнимайте меня я не обнимаю вы меня не хочу так близко вы так прижали что вы что-то прижались ко мне но я им вы не в моем вкусе нет тогда отойдите наверно нужно так делать настойчиво добиваетесь своего а ко мне поджиматься не надо да дайте нам две полки снять и мы пойдем пожалуйста проходим нет я забыл отказать что я вам отказываю я вам отказываю прекрасно я вас очень прекрасно понял зачем так близко у нас личное пространство какое-то есть сделайте себе личное пространство ну а вы же можете повлиять на него правда скажите о чем конечно прижимается начни культурно вообще что это такое ну я же вас тоже не толкаю но вы не это ся не культурно ведете а вот это кстати есть как он говорил хулиганство до вода да прекрасно ну кого пройдет на вас все и никто вас не будет хулиганить и самым простым сами заниматься ну блин что вы делаете я ничего не делал они еще чистые пока что ботинцы смешно ну и знаете когда я вижу вот непонятную реакцию что это значит смотрите на своем деле мы не хотели как бы ни с кем общаться да но вы как-то настойчиво к нам пристаете мы бы уже за две минуты вы там вы пришли в смысле вот посмотрите что происходит вы видите смотрите что происходит вот видите что происходит а такая же значит руи от вас видеть я не знаю я не знаю я скажу для чего мы похищаем души с помощью видеокамер мы хотим сделать обряд обряд нет обряд мы соберем фотографии запрещал корона корона выросла до небес давайте не не надо снимать нас не надо снимать мнению не 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 подождите снимает зачем они зачем нас снимать то не в не надо не да нет давайте без камеры что делать это приправе нет и не взял там одна вроде где-то да она снимает нет она снимает за закрой лицо они не узнают там никто кто мы я это я типа никто да это опасно опасно перекрылся блин ланович но мы это мы не специально нас сюда заслали нас заслали сюда просто под снять это не мы мы не виноваты не надо нас это штраф вам нам за фотосъемку выписывать но мы из госдепа я вот охране какие-то люди снимают непонятно а да держать захотелось да маска кстати больше на в instagram не будете выкладывать а то я может глупо я выложил выглядел чего полиция он попадем что тогда наверно пойдем тогда уж возьмите прячем а тут есть где спрятаться на полиция спрятаться может под одеяло можно под этим проверить упругость я без камеры привет приветствую вас чем проблема у вас вы какой-то шутки нас лишь проблемах там да конечно сержант полиции в красном столбосе выстав николаевич у мвд по пресенскому району вообще да у нас шоу это кто хочет стать миллионером отходим опрашиваем людей типа но хотят они типа миллион получить за суку и за за подушку что лили за одеяло да я шучу на самом деле не знаю на просто запрещают снимать вот и все смотрите но это является общественным местом вас как зовут елена правильно или на каком основании вы снимать им запрещаете потому что они не представились они не показали с какой целью они все это поэтому я у них запросила для чего вы это делать они устроили выключите свой телефон я сказала вы можете сейчас разрешить разрешить я вас перебью на то что они снимают вам какое-то пояснение дали на основании но большему сказали я связалась со своей службой безопасности мне сказали что мнением ну или а на самом деле было все не так я вас у меня смотрите или на самом деле мы сказали что мы хотим подснять это продукцию продукцию здесь вот на что работник сказал но вы можете но это игорь и просто наш знакомый сказал посмотри что-то салон может мне что-то понравится да типа думаем но пока здесь были двум да и зайдем поснимаем ну вот елена говорит вы можете снимать почему-то товар только вот как-то я не знаю как вот подходить к нему так вот фотографировать а вот так вы не можете или как она это она тоже говорила да нужно прийти покланяться показать то что у вас есть миллион рублей нужно прийти и согласовать елена сказала что если мы что-то купим за миллион рублей то можно нам снимать так вот елена елена по бачки владислава на вот смотрите молодые люди да возможно являют являются потенциальными клиентами вашего магазина соответствии с действующим российским законодательством они имеют право собирать информацию собирать документировать информацию любым доступным для них способом который не выходит за рамки действующего российского законодательства данном случае действие молодых людей у нас не подпадают какие-то противоправные деяния фото-видеосъемка не попадают соответственно не вы не мы запретить им не можем фото-видеосъемку вашем салоне если вы считаете что ваши гражданские права нарушены вас снимают конечно и если вы против этого вы можете написать об этом заявление и обратиться в федеральный суд для восстановления ваших гражданских прав я не против наше смотреть на самом деле мы на какие-то данные установочные молодых людей во ванне то установочные данные молодых людей не даст мы тем более не дадим мы это их узнаем в любом случае да вот и будем соответственно отписывать по сообщению службы 112 или какую кнопку нажимали на самом деле хочу вам сказать что борис меня алексей на самом деле хочу вам сказать что на самом деле у нас не было цели как бы снимать вот девушек до человека просто они сами к нам все время подходят как бы закораживают собой вид но то есть вид прилавка и как бы под предлогом того что ну как бы вы не можете меня снимать но она как девушка говорит что вы не можете меня лично снимать она сама как бы в объектив идет ну когда мы начинаем снимать полки то есть считаю ну то что вы говорите это необоснованно потому что если бы вы не хотели сниматься вы бы наверно специально в камеру бы ну не заходи но не подходила я подходила я смотрел им буду борис и анатолий вот предупреждаю вас да вот по поводу вашей видеосъемки вы вольны снимать людей да только выкладывать это запрещено законодательством без согласия соответственно снимаемого человека это дело что не было вообще сказано для чего и куда вам никто не обязан объяснять эти люди собирают информацию для себя понимаете вдруг я завтра появлюсь где-нибудь напор на сайте мое лицо вот поэтому есть федеральный суд если вы где-то появитесь вы можете обратиться в федеральный суд и подать на этих людей заявление в суд ну да вроде нарушения то нету никакого еще же она не произошло вот и все увидите то можете обращаться правильно это документально не подтверждено сейчас мы этим и займемся борис анатолий будьте любезны с нами в патрульный автомобиль мы и у вас есть документ да есть вы нам покажется но если вы будете настаивать да мы вас попросим смотрите а можно вот я хорошо не ну как бы насчет документов не вопрос можно у вас тогда но вот вы как бы рассказали людям нам просто ну что вы понимали мы в принципе все что хотели ну там игорь снять мы сняли да нам осталось он там полочка да ну может мы сейчас пройдем минутку все-таки да с ними вы нам поможете от они простоют опалкаться мы с ними не хотим болезнен не вправе вам что-то разрешать или препятствовать вашей деятельностью не занимайте но чтобы они нам не препятствовали его я думаю что вряд ли они будут это делать на потому что здесь ну нету законных оснований для того чтобы препятствовать вашей деятельности я их не вижу но просто хотелось принципиально до снять потому что нам как бы тоже стоим да чем нам все это выслушивать понимаете Я не против, на самом деле. Ну, все, тогда. Все? Да, доснимем, сейчас к вам вернусь. Да, вы пойдете. Ну, вот видите, про что я и говорю. Потому что не пойдет. Прекрасно, но ваша служба безопасности не отталкивается от федеральных законов, которые только что вам объясняли, понимаете? То, что у вас вот наклейками девушка села висит, снимать запрещено. А там есть наклейка какая-то? Это просто наклейка. Это ваши внутренние рекомендации, понимаете, для персонала. Вы можете персоналу запретить снимать. Это ваши внутренние рекомендации. Ну, ладно, что тогда делаем? Здесь уже самоуправство. Ну, что-то, за объем будем снимать или нет? Ну, надо доснять. Да? Ну, пойдем доснимем. Минуту времени, пусть снимают. В чем проблема? Понимаете? А знаете, какая у них фраза была, что снимайте камеры? Да это мы шутили уже. Да мы шутили, потому что вы глупостые говорите. Мы принимаем меры уголовного характера, понимаете? Ладно, в общем, там Анатолий вроде сейчас доснимется. Все должно быть в рамках правового поля. Если люди не работают в рамках правового поля изначально. Ну, а как они работают? Они пришли, нахамели, нагрубили, оттолкнули вас, избили. Что они здесь сделали? Ну, во-первых, когда мне прийти представить, мы там представим того. Они не обязаны вам представиться. Нет, ну не обязаны, да, скажем так, когда ко мне приходят... Я прихожу, допустим, в супермаркет Билла, да, за продуктами. Я что, обязан каждому продавцу торгового зала, каждому кассиру обязан представиться, доложить цель визита. Вы же не приходите с видеокамерой, не снимаете. Я хожу, снимаю цены, понимаете, я для себя, допустим, провожу аналитику, да. Какие-то цены были в прошлом году. Сейчас много этих, как вы, мерчендайзера. Товарищ даже не знает, куда они пришли. Головной мозг, да, человек, можно развивать. Все нормально, да? Немножко, мобиль, я сейчас заезжу или перепишу. Ребята пришли, даже не знают, как это называется. Ладно, не пишите на нас заявление, мы на вас не в обиде. Вы будете писать, но ладно, как хотите. Ничего страшного, не присутите. Я понимаю, но все равно, как бы. Документы есть у вас с собой. Да. Прошу вас. Окей. А для чего документы? Ну, она заявление пишет. Обстоятельный рапорт, понимаете? На вас будут... На неустановленный рапорт, да и все. Не-не-не, если она заявление пишет, то мы обязаны. Вы будете написать? Мне просто интересно, что она пишет. Она будет писать. Она напишет, и мы снимали в магазине. Если она не напишет, то вы можете... А секретарь, а секретарь суда будет запрашивать документы, которые мы составим, сотрудники полиции. Для этого нам нужны ваши данные, которые мы будем указывать в своем рапорте и прикладывать к сообщению службы 112. Материал проверки, скорее всего, будет у участкового. Участковый в течение определенного периода времени установлено законодательства, в течение 10 суток вынесет постановление по этому... по этой ситуации, скажем так. Правонарушением это назвать никак нельзя. Вот, по этой ситуации. И, соответственно, оно будет в номенклатурное дело. Понимаете? И если суду понадобятся какие-то ваши данные, да, и какую работу здесь проделали сотрудники полиции, секретарь запрашивает в территориальном подразделении, да, по месту случившегося, да, на бульваре 17. Соответственно, сотрудник полиции обязан это все предоставить. Чтобы это, ну, проще было нам, нам, вам, гражданам. Ну, смотрите, я свидетельствую не хочу подавать. Не хочу. Оснований для этого нет. Напишем заявление, на основание заявления могу дать. А так нет. Ради бога, я не против. Все, без проблем. Вы писать днете заявление? Я буду писать заявление на кого? На месте. Не устанавливайте граждан. Нет, я напишу заявление, но я на кого должна писать, если он не желает предоставлять. Он представится после того, к нам поступит от вас заявление. Кстати, правильно, логично, да. Можете устно, конечно, назвать свои фамилии, имя, отчество, там, число, месяц, год рождения. Ну, я как бы не скрываюсь, я вам могу представиться. Это очень хорошо. Просто мне самому интересно, но хочет человек писать, ну, правда, действительно заявление или нет? Вы сейчас хотите на нам заявление написать? Это я решу со своим руководством. Нам это важно знать. Люди ждут, либо не уезжают, либо не уезжают. Вы вызывали сотрудника полиции? Я вызывала сотрудника. Вы вызывали. Если мне руководство скажет, пиши заявление, значит, я пойду завтра в отделение милиции и напишу заявление. Добро пожаловать, литерина Седова, дом 3А. Полиция, какая разница? Территориальный отдел района Пресненский. Я уже устала от ваших уголов. Вы просто застряли в 90-х, пожалуйста, уже как-то 2000 год. А вы можете уважительно... Я не могу, потому что вы руками нас толкали. Как можно уважительно к вам относиться? Я и так могу с вами общаться, уже уважительно. Все, давайте, молодые люди. Давай, покинем. Ладно, до свидания. Ох, жесть. Вообще удивительное место, конечно. Ну ты там... А где значок? А я сам не знаю, тут был значок, что ли? А, да, смотри. Действительно, да. А я не заметил. Ну типа, типа, да, что... Ну, я так понимаю, фотоаппараты не продаются, но, наверное, они считают... Друзья, ну это внутреннее их неправило. Так, в общем, ребят, что могу сказать? Полиция прям вообще отлично все сказала, рассказала, да, что снимать можно. Мы чуть-чуть тут постояли, пообщались. Ну, они поняли, что ничего такого мы криминального, естественно, не делали. Если по магазину Тогас, я делаю небольшой выговор, потому что непонятно. То есть непонятен запрет, да, хотя мы даже говорили, что по закону можно снимать. И да вообще даже просто по логике вещей. Любой, кто может зайти в магазин, может подснять там товар. Так что, если вам понравился этот видос, что мы должны сделать, там что-то комментарии, там 5-5 слов. Ставим лайк, подписываемся на канал, проверяем, чтобы кнопка стала серой, а не красной. Заходим в Дом Конопли и выкладываем ролик Анатолия Андреевича, который через 3 минуты должен быть. Нифига себе. Пойдем, зайдем, да. Да, ну ладно. Все, ребят, на этом все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok